В Иванове почтили память поэта-мариниста Алексея Лебедева. Со дня его рождения минул век. Поэт появился на свет в Суздале. В Иванове Лебедев получил образование. Полностью его талант раскрылся позже, когда он стал служить на Балтийском флоте в городе Кронштадт. Образовался треугольник. Родился в Суздале, учился в Иванове. А вот как поэт, как герой, он сложился уже в Петербурге, в Кронштадте. Потому что там он и служил. И там он как бы встретил свой смертный час. Писать стихи Алексей Лебедев начал еще в школе. Практически вся его поэзия посвящена морю и жизни моряков. При жизни автора свет увидели два стихотворных сборника – «Кронштадт и лирика моря». Еще один вышел посмертно. Его для жизни и творчества было отпущено, в принципе, только 8 лет. Вот он пришел на срочную службу, отслужил ее, поступил в училище. Военно-морское – лучшее в стране училище имени Фрунзе. Закончил, был направлен на подводную лодку командиром рулевой группы. И уже через год погиб. Все. За это время он успел вырасти поэта очень большой силы, очень большого мастерства. Поэт умер в возрасте 29 лет, в ноябре 1941 года, во время первого военного похода. Уважение достойно не только творчества поэта-фронтовика, но и личность самого Алексея Лебедева, который героически погиб в годы Великой Отечественной войны. Подводная лодка, на которой он служил, подорвалась на мине и пошла ко дну. Увидев тонущего человека, Алексей Лебедев бросил ему свой спасательный жилет. В день памяти Алексея Лебедева ивановские поэты прочитали собственные стихи на военно-морскую тематику. А где-то кончилась война. Весь тет, удолетев до лодки, нам донесла в последней сводке шальная радиоволна. Об этом нам сказал радист. Естественно, появившись в рубке, где он, ломая грифель, хрупкий морзянку перенес на лист. Память об Алексее Лебедеве в литературном сквере Иваново установлен в бюст. В Суздале есть памятник поэту. Во всех трех городах, где он жил, есть улицы, названные в честь автора. В мечтах у ивановских поэтов создание книги об Алексее Лебедеве, чтобы его творчество стало доступно большему числу людей. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.